Продолжение следует... Но увы, если вдруг прозвучал неутешительный диагноз, сразу включается счетчик финансовых затрат за каждую минуту ее продления. А как вы думаете, какова пропорция финансирования лечения, например, рака крови у детей, между государством и благотворительными организациями? Оказывается, лишь 20% всех средств предоставляет государство, а 80% собирают благотворительные фонды. И помощь эта измеряется не только рублем, это часть души и сердца всех-сех, кто помогает в лечении и поддержке каждого нуждающегося и их себе. Узнаем же их имена. Внимание на экран. Проект «Мастерская на колесах» реализуется с 2010 года и направлен на социально-психологическую поддержку детей, находящихся на длительном лечении. Небольшие познавательно-театрализованные программы выполняют сразу несколько задач. Дают необходимый образовательный материал детям, выключенным надолго из учебного процесса, сохраняют способность к игре и творческому самопорожению, а главное, отвлекают от болезни и дают шанс на восторождение. Благотворительная организация «Капля жизни» помогает семьям, чьи дети страдают от тяжелых, а порой и неизлечимых заболеваний. В числе их подопечных – 45 семей Бийска, а в целом по Алтайскому краю – более 120. Психологическая помощь родителям, организация концертов, фестивалей, праздников – вот лишь малый перечень их дел. Последние дни жизни на Земле для людей с прогрессирующим онкологическим заболеванием являются самыми трудными. Во время болезни они испытывают психологические изменения, им не с кем поговорить. Они чаще страдают тяжелыми депрессиями. Тверской хоспис «Анастасия» – это реальная возможность не просто помочь, а постараться вытащить страдающего человека из четырех стен нестерпимой боли и одиночества. Наша работа, говорят волонтеры проекта, организована не по принципу акции «Пришли и засветились уши». Она долговременная и продуманная. Подборка игр и заданий, праздники и фотосессии с больничными клоунами не только поднимают настроение, но и избавляют от напряжения, усталости, страхов и грусти. А в результате – детский смех, новые силы для борьбы с болезнью, ощущение, что рядом есть надежное плечо, и мы обязательно победим. Осуществлять уход за неизлечимо больным умирающим человеком – сродни подвигу. Но при грамотно подобранной схеме обезболивания, поддержке семьи и достаточном внимании со стороны социальных служб, тяжело больному человеку вовсе не обязательно находиться в палате хосписа. Для этого и создан проект «Мобильный хоспис». Его выездная служба обслуживает до 1650 выездов в год, снижая нагрузку с неотложных медицинских и амбулаторных служб до 55%. По законам России, больного малыша кладут в больницу вместе с мамой. А сброшенным ребенком, даже новорожденным, положить в больницу некого. Мамы у него нет. Находясь постоянно в кроватке, без заботливых рук, физическое здоровье и умственное развитие несчастного малыша стремительно снижаются. И тогда на помощь приходят временные мамы, которые обнимут и не отдадут одиночеству на боль. Помогут врачам, отнесут на процедуру, проследят, чтобы вовремя убрали палату или найдут редкое и дорогое лекарство. АПЛОДИСМЕНТЫ Назвать имя луя, а и научить золотой восторг жизни победителю, мы просим академика Российской Академии Естественных Наук, профессора, заслуженного врача Российской Федерации, Александра Семеновича Бронштейна и моего дару. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мизуточку. Ермоль нехороший мальчик. Он назвал Кудрина и Юлика. Ну да, но я знаю, что вам тоже нравится то, что я делаю. Я знаю, да. Друзья, если можно, одну секунду. В свое время Юрий Владимирович Николин, мы с ним были очень дружны, у нас лежала в клинике очень больная девочка, у которой была температура неясного генеза, мы не знали, как ей помочь. И просто была беда. И мы как-то говорили с Никольным, он говорит, а как ты думаешь, если вот кто-нибудь из нас, артистов, пришел бы просто вот поговорить, может быть, ей бы стало легче. И вот можете себе представить. Я попросил Юрия Владимировича, он пришел к ней в палату, нарисовал ей себя и подарил ей свой календарик. Через три дня у девочки мы ничего не смогли сделать, но она выздоровела. И когда мы дома пили за здоровье тех, кто ей помог, первый тост мы выпили за здоровье Никулина. Он улыбнулся, подарил ей вот этот маленький подарок. Я не знаю, как получилось, но получилось так, что он ей помог. И последний, если позволите. У нас наша знакомая, няня, работает в семье одной, в общем, не бедной женщины. Она получает грошовую пенсию и 50 рублей она посылает на счет, для того, чтобы могли лечиться лейкозные больные, которые требуют пересадки костного мозга. Может, кто-нибудь услышит, хотелось бы, чтобы было иначе. Спасибо. Доброе акциональной премии Гражданская инициатива 2019. В номинации «Сохрани жизнь» проект «Мобильный хоспис». «Северки беденликанты» Спасибо большое за аплодисменты. Спасибо большое за ваши. Знаете, вот все, кто сегодня уже поднимался и будет подниматься на сцену, это всего лишь вершина Айзберля. То есть сейчас основная его часть находится в Иркутской области. Там, где вот эта машина едет незначимо больным людям. Там, где волонтеры выдают средства ухода. Там, где психологи отвечают постоянно на вопросы людей. Я очень благодарен за то, что именно наш проект отмечен, потому что это не маленький проект. Если кто-то знает, Иркутская область – это, наверное, добрая Франция. И вот этот проект уже охватывает большую часть Иркутской области. Сейчас мы отмечем на федеральном уровне. Хочется, чтобы все-таки региональная власть обратила на него внимание. И у нас тоже есть сайт, на котором есть форма для перечисления пожертвований. Если каждый из вас подключится к регулярному платежу на небольшую сумму, то этот проект будет работать не только при вашей поддержке. Спасибо. Маши поздравления. Мне больше всего из того, что сказал Александр Семенович. Мне понравилось, что он сказал про меня «нехороший мальчик». А если честно, мне понравилось, что мальчик не всякого пенсионера, не всякий доктор назовет мальчиком. Спасибо. Это мой право. Да, право. Не уходите. Нет-нет, вы проходите на место. Я прошу Брандстейна остаться, потому что у нас есть некоторые изменения в церемонии. У нас такое количество замечательных лауреатов, вернее номинантов, что в этой номинации два победителя. И здоровый объявит тоже Александр Семенович. Такая честь. Ну хочешь, я и третью премию буду. То есть тебе нравится? Я не знаю. Я-то волнуюсь страшно. Все думают, что для меня это привычное дело. Привычное, когда вы сидите в зале. А в зале еще сидит Гузман. Вот. Да, он в художественном флаге. Это церемония. Я все поклядываю. Нравится, ему не нравится. Лень, так и я вам буду. Нет. Я там сидел. Конечно. Диплом, лауреат национальной премии «Гражданская инициатива» в номинации «Сохрани жизнь». Проект «Ты не один. Помощь детям. 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 Лет прошло, как мы начали наш проект. Я здесь на этой сцене. Вообще как-то семейный подряд. Здесь стоял мой муж, получал диплом. Стояла моя дочь, получала диплом. Детям. Честно говоря, как и все здесь, в этом зале, мы достойны такой награды. Спасибо вам большое. Здесь присутствует моя коллега, Неля, помогла ручкой. А в Челябинске в больнице сейчас работают другие наши коллеги, самодверженные женщины. Прямо сейчас они спасают двух детей. На самом деле у нас на руках сейчас, сегодня как раз, мне каждый день они отзваниваются, у нас сейчас 13 детей, а вот спасают жизнь двум детям. Один ребенок получил 50% ожога, а пришлось все другое, а мама покончила с собой. И вот эти, такие горькие слова, но не могу их не сказать, вот эти женщины заменяют маму. Вот тех самых мам, которых нет с этими детьми в больницах. У нас в группе ВКонтакте больше 12 тысяч подписчиков, все мы вместе работаем тяжело, хорошо, радостно и горько. И вот за этот самодержный труд три года назад государство нас наградило почетным званием «Иностранный агент». И по этому поводу я три года назад сочиняла небольшой текст, сейчас у меня очки, его зачитаю, это небольшой текст, но он, я хочу, да, это очень, это очень будет, это будет очень коротко, но не сказать я по этому роду, потому что я их не одна, и это, к сожалению, проблема в последнее время принимает очень такой, как будто странный, странную актуальность. Иностранным агентам посвящается, я думаю, в этом зале такие-то уже присутствуют. Это называется текст «Я агент иной страны». Я агент той страны, государственная политика которой направлена на борьбу с коррупцией, на борьбу с унижением и пытками в местах решения свободы, на поддержку больных стариков, сирот и инвалидов, словом, тех, кто сам не может позаботиться о себе. Государственная политика моей страны направлена на заботу о том, чтобы больницы хорошо лечили, чтобы лечение было это доступно всем, а не только высокопоставленным чиновникам и приближенным к власти богачам. Мое государство борется за то, чтобы его заводы не отравляли воду и воздух, леса не вырубались, нефть не выкачивалась для безмерной наживы хищных корпораций, а банки не жрели бы, выгребая последние наживы населения страны. В моей стране я могу не боясь высказывать свое мнение, писать, читать, петь, что хочу, могу любить того, кого прикажет мне лишь мое сердце. Мое государство заботится о солдатах, борясь с дедовщиной, голодом и болезнями в армии. Моя родина не посылает своих сыновей чужих страны под видом неопознанных зеленых человечков, чтобы тайком хоронить их, когда они возвращаются домой в гробах. Суд моей страны справедлив, он не управляется политической целесообразностью, не выносит выгодные для власти приговоры и не отправляет невиновных за решетку. В моей стране чиновники четко понимают, что они служат народу, а не своему карману. И если я считаю, что власть не выполняет обязанностей, которые на нее возложило общество, я могу на честных выборах править свою свободную волю и сменить такую власть. Я добросовестно работаю, я и мои друзья. Мы добросовестно работаем, чтобы моя родина была именно такой, чтобы в моей стране закон, равный для всех, права человека и человеческое достоинство являлись краеугольным камнем государственной политики. Если государство, в котором я живу, считает, что это моя деятельность противоречитым интересам, то я. Да, я его странная идея. Я считаю, что эта традиция не столько готова к реализации.